Добрый день, Лубинец Дмитрий Валерий, 60-й мажоритарный округ Донецкая область, фракция Блок Петра Порошенко. На прошлой неделе я и пять моих коллег посетили Страсбург, Европарламент, по приглашению третьей по численности группы в Европарламенте, Альянс консерваторов и реформистов. Цель визита была прежде всего евродепутатам рассказать о настоящей ситуации, происходящей на востоке нашей страны, о том, что никакого гражданского конфликта у нас нет, у нас идет война с Российской Федерацией, у нас гуманитарная катастрофа, и нам нужно добиться усиления санкций, добиться понимания евродепутатов о ситуации на востоке, в частности в Донецкой и Луганской области. Доброго дня, меня зовут Алексей Мушак, я народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко. Как сказал мой коллега, минулого тижня мы были в Страсбурге, и на самом деле наша мета и поездка была присящена наступным цилем. Стратегично, безумовно, евроинтеграция не может происходить без того, чтобы не было персональных контактов между депутатами, как украинского парламента, так и Европарламента. При этом мы пытались достигать три локальные цели. Первое – это посиление Франции в санкции щодо Росии. Другое – это надание оружия Украины. И третье – поддержка реформ в Украине. Мы общались с фракцией, которая является наиболее затятым противником Путяна и наиболее и наиболее другом Украины. В рамках наших разговоров было проведено близко десяти формальных, так и неформальных встреч, в том числе и с віце-президентом Европарламентом Ричардом Чернецьким. Мы встречались с нашими польскими коллегами, в том числе и с кандидатом президентом Энджи Дудкою. И хотел бы передать следующий посил. По санкциям Евросоюз готовить до расширения списка санкций, но не до их поглибления. Это означает, что, например, на свифт, на включение до свифта они не готовы, но расширить коло людей, а компания, под которые санкции попадают, они готовы. Кроме того, варто визначити надзвичайно велику зацікавленість наших европейских коллег до Украины и, как не дивно, а даже так очевидно, они надзвичайно добре осведомлены в украинских перипетиях, в украинских подкилимных играх и украинских политических течиях. Дякую. Шановные коллеги, мы хотели еще обратить вашу увагу на одно такое, я не знаю, как это назвать. Мы стали свидетелями того, что в Европейском парламенте пройшло такой заход, который назывался «Форум за мир и объединение в Европе». Если вы посмотрите, то эмблемой этого форума есть карта Украины без Крима, разделена навпіл, одна часть накрита прапором Европейского Союза, інша – российским триколором. Это проводили три депутата Европарламента от Латвии, от Чехии и от Франции. Мы не смогли обойти своей увагой цей захист, мы пришли туда, и там был один из этих депутатов, пан Жан-Люк Шофхаузер, который рассказывал о том, что референдум в Криму прошел правильно, что вообще Сталин подарил Чехрошов, и это было неправильно, и на Донбассе все супер, ну и так далее, и так далее. И его там питали, какая цель вашей пресс-конференции, какая цель этого форума. Но он ухилявся от ответов, и поэтому довелось ответить нам, а особенно мне, что цель одна – это отработать гроши Путіна, гроши Кремля. Вот я не разумею, как иначе можно еще раз. Подивите на эту эмблему, она является образливой для нашей страны. Мы сказали, что эта человек просто отработает гроши Кремля и является его агентом. А потом мы покинули этот захист, но давши коментарь прессе, все, кто там был присутствием, что там происходит. Потом мы пошли до вецепрезидента Европарламенту, пана Чернецкого, где мы сказали, что это уже вопрос не политической позиции, а вопрос не повыки до страны, которая имеет договор с Европейским Союзом. И он полностью поделил нашу позицию. И сейчас в Европейском парламенте продолжается расследование этого инцидента. Я считаю, что мы должны защищать Украину всюду, где мы можем. И даже в Европарламенте, в котором мы надеемся видеть своих друзей и союзников, но даже там находятся люди, которые за брудные гроши Кремля способны резать нашу страну навпел. Спасибо. Спасибо.